Дорогой батюшка, благослови меня и помолись за меня, чтобы я выдержал хорошо экзамен в царской сельской гимназии 2-й класс. От всего сердца благодарим вас за вашу теплую молитву, которая сразу принесла пользу нашему тяжело больному сыну. Помолитесь о сыне моем Николае. Десять лет тому назад он был слепой и по молитве вашей стал видеть. Теперь ему 27 лет, не дается ему учения. Помолитесь обо мне, пожалуйста. Да направит меня Господь Бог по тому пути, по которому мне идти на длительность. Тысячи и тысячи писем, телеграмм присылали в Кронштадт к отцу Иоанну с просьбой о молитвенной помощи, об исцелении и благословении. Отец Иоанн любил, когда к нему обращались со словами «Дорогой батюшка». Ежедневно дорогому батюшке приходили пачки приглашений на открытие и освящение храмов и детских приютов, школ и монастырей. Свидетели того времени вспоминали. Начинается утренне в Андреевском соборе. В главном алтаре у жертвенника стоит отец Иоанн. Перед ним горит свеча. Он углублен в чтение писем и телеграмм. После каждого письма долго молится и кланяется. «Подвиг его сострадательной любви ко всем людям необходимо признать подвигом неимоверно трудным и как бы сверхчеловеческим», писал митрополит Антоний Киевский. «Ведь наша душа может выразить самое искреннее и деятельное сострадание двум-трем лицам в один день. Если же явится еще несколько, то шестому, седьмому ближнему мы уже не будем в состоянии по немощи нашей искренне сочувствовать». Теперь представьте себе, во сколько сот раз более приходилось отцу Иоанну совершать эти подвиги сострадательного человеколюбия. Родина святого праведного Иоанна Кронштадтского – маленькое село Сура в Архангельской губернии. Добраться до этого глухого места можно лишь по широкой реке Пинниге. 1 ноября 1829 года по старому стилю в семье бедного сельского дьячка Ильи Сергиева и его жены Феодоры родился мальчик. К тому времени в роду Сергиевых служили церкви более трех веков. При крещении нарекли сына Иоанном в честь Иоанна Рыльского, болгарского святого, память которого праздновали в тот день. Умение побеждать верой невзгоды и страдания, бедность и нужду – дар Божий. Не потому ли всегда присущ был отцу Иоанну дух радостного прославления Бога? Митрополит Антоний Киевский писал, он, видимо, в молодости еще отмолил свои грехи, и в нем постоянно ликовала эта благодатная, духовная победа над грехом, дьяволом и миром. Видеть такого человека, слышать сего облагодатствованного христианина, Молиться с этим великим пастырем – великое духовное наслаждение для русского народа. К его чудотворной молитвенной помощи прибегали люди, от которых отказалось общество, которым бессильно были помочь наука, медицина. Шли в Кронштадт не только православные, шли католики, лютеране, маловеры. Но прежде, когда еще никто не называл отца Иоанна чудотворцем, он сам выбрал именно этот город, этих нуждающихся, страдающих людей. В 1855 году Иван Ильич Сергеев завершил обучение в Духовной Академии со степенью кандидата богословия и вскоре был рукоположен во священника. Отца Иоанна назначают настоятелем Кронштадтского Андреевского собора. Однажды батюшка написал «Христос – моя сила, Бог и Господь! Им я живу, спасаюсь, оживотворяюсь, укрепляюсь, юнею духом и телом. Им влечется ко мне народ. Им я господствую над умами и сердцами. Им исцеляю страсти и болезни духа и тела. Отец Иоанн страдал со страдающими, плакал с плачущими, вел за собой людей, укреплял их веру. Для них он стал живым источником благодати и укрепился в сердцах людей, как идеал священника, доброго пастыря. Его стараниями был открыт в Кронштадте дом трудолюбия. В нем устроили мастерские, школу, детский сад, приют для сирот, народную столовую, библиотеку, лечебницу, богодельню и много других служб. «Человек-христианин, где ты?» обращался к своей пастве отец Иоанн. «Как ты глубоко не спал? В какую глубину ты сам зашел добровольно?» «Возникни ты, выйди на свет Божий, познай свое божественное благородие, свое небесное звание, возвратись к Богу, брось чувственность мертвящего духа, начни жить по духу добродетели, умертви плотские страсти, покайся и соединись с Богом, да возведет тебя на небо и посадит с собою на престоле царства своего». Отца Иоанна называли народным молитвенником, наделенным великой силой веры и даром пророчества. Очевидцев его живой беседы с Богом было очень много. Если батюшка ехал по железной дороге в другой город, то его всегда встречала несметная толпа народа. Выйти на станции было невозможно, отца Иоанна выносили на руках. На остановках в пути батюшку всегда ожидали верующие. Люди вставали на колени, встречая молитвенника. Отец Иоанн открывал окно в вагоне и ему передавали маленьких детей, которых он благословлял и целовал. И ни один ребенок не испугался, не заплакал, обнимал маленькими ручками отца Иоанна за шею. Есть люди, для которых литургия – все на свете. Когда отец Иоанн писал эти строки, он прежде всего говорил о самом себе. Нельзя было не видеть, что каждый раз он совершал литургию так, как будто она была первой в его жизни. Отец Иоанн стремился совершать божественную литургию как можно чаще. В последние 35 лет служил ее ежедневно. В 1899 году жена одного архангельского священника писала батюшке. «Вся в слезах я была во время всей службы. Когда вы по чину преподавали последнее благословение народу, и вдруг вижу, приясно вижу, что над головой вашей стоит сам Христос в припрославленном виде. На нем одеяние присветло-светлое, блестяще голубое, а белыми, как снег, стопами, касается как будто вашей главы». В одной из проповедей отец Иоанн сказал, «Мы должны обучиться здесь нравам небесным, молитве, вере, благодарению, любви и преданности, чистоте и непорочности. Если сознаем свои грехи, обратимся к вере, покаемся, изменимся к лучшему с Божьей помощью, тогда и Господь обратит к нам светлое лицо свое и помилует нас, и даст нам благословение, изобилие и мир. А если нет, то будем таять в бедах наших». Батюшка жил очень скромно, при том, что ежедневно для него передавали в Кронштадте тысячи рублей пожертвований. Эти огромные суммы он сразу раздавал нуждающимся. Отец Иоанн любил свой намоленный дом, который был и молельней, и рабочим кабинетом, где он составлял свои проповеди, писал знаменитый духовный дневник. В его маленькой и скромной квартире во всех углах комнат стояли киоты с иконами, поднесенными ему со всех концов России. Перед окнами висели клетки с воркующими голубями и заливающимися трелями-конорейками. Государь-император Александр Третий в конце своей жизни пораженный смертельным недугом обратился к отцу Иоанну Кронштадтскому. Пожелал молитв и близости любимого народного молитвенника за царя и отечество. Последние слова государя были обращены к дорогому батюшке. «Вы праведник, вас любит русский народ, любит потому, что он знает, кто вы и что вы». Это было в 1894 году. Во второй половине 20 века праведный Иоанн Кронштадтский был причислен к лику святых. Церковная память святого празднуется 2 января по новому стилю. На костях мучеников, как на крепком фундаменте, будет восстановлена Русь Новая, по старому образцу крепкая вера в Христа Бога и Святую Троицу. И будет по завету князя Владимира как едина церковь.